Полмиллиона гривен. Цена жизни украинцев, которым не могут оказать медицинскую помощь на родине. В Минздраве на эти цели выделили только треть суммы, за которую еще месяц назад планировали вылечить 97 тяжелобольных. Но сейчас за границу едут лишь 47 человек. На остальных больных средств не хватило. Где деньги, выясняла Павлина Василенко. Люди, месяцами ждущие медицинской помощи, с начала недели пикетируют Минздрав и Кабмин. Говорят, рады за тех, у кого появился шанс на выздоровление. Но тех, кто еще стоит в очереди, настораживает, что чиновники хранят в секрете даже ту информацию, которая касается самих пациентов. Мы своих номеров не знаем, они нам уже не говорят их. Уже все, не оприлюднуют. Так что мы не знаем, о чем мы в черзе. Хай просто скажут нам, сколько выделено на каждую особу, чтобы мы знали, что там нет мертвых душ. По словам ИО-министра здравоохранения Ульяны Супрун, Верховная Рада выделила на лечение за границей 100 миллионов гривен. Остальные 86 Минздрав отыскал самостоятельно. Парламентарии удивляются. Министерство озвучило требуемую сумму. Деньги перечислили. Но через месяц оказалось, что 186 миллионов не хватает. И за границу на лечение уедет только половина тяжелобольных. В Минздраве это объясняют банальной спешкой. И мы в понедельник целый день сидели на нашей комиссии. И каждый лист, когда был подписан, мы передавали на родину. То мы швидко-швидко сделали, чтобы как швидше наши могли поехать. Тем не менее, за последний месяц очередь ожидающих помощь увеличилась до 119 человек. И будет расти дальше. Из-за этого в июле больные попросили министерство увеличить финансирование до 470 миллионов. Чтобы хватило на всех. Минздрав согласился на 420. Но просить у Верховной Рады эти деньги не стал. 420 миллионов до конца года. Мы просили. МОС просил. А вы озвучили сумму депутатам 186 миллионов. Они готовы были дать. Они готовы были дать. Попросите еще. Звідки вы знаете, что они не готовы. Ну, звідки они были готовы дать. Почему в Министерстве охраны здоровья ждут, пока назбираются какая-то колька людей, там 100, 150, 70 человек. И только тогда просят у Верховной Рады, у Кабмину выделить деньги. Что детям делать, которые помирают? В черзе померло уже три люди. В Минздраве же подсчитывают оставшиеся деньги и просят подождать. Обещают, смогут отправить за границу еще несколько человек. Но пациенты ждать уже не могут. Просят вмешаться нардепов и Кабмин. Павлина Василенко, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...